Друзья, всем привет! Сейчас многие задаются вопросом, как же правильно обновиться до HyperOS, если же, допустим, вам не приходит обновление. Но вы знаете, что на ваше устройство уже есть новая прошивка, и вот как бы все это правильно провернуть. И в этом видеоролике я вам продемонстрирую два актуальных метода. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, подопытным у нас сегодня выступает Poco F5 Pro. И сегодняшние два метода будут касаться следующего. Первое, это того, что мы просто поменяем регион в самом аппарате, ну а второе, нам придется немножечко поиграться с компьютером. Но для того, чтобы нам поиграться с компьютером, нужен будет, конечно же, необходим сам телефон, разблокированный загрузчик, компьютер и хороший накопитель. При прошивке смартфона важно использовать быстрый накопитель, чтобы он смог без всяких ошибок и других проблем прошить наше устройство, ну а также, чтобы он был хорошего качества. К таким требованиям можно отнести быстрый SSD-диск портативного плана Transcend ESD380C на 1 ТБ. Его главное преимущество – быстрая передача информации, что очень немаловажно при процессах прошивки. Сам же диск очень минималистичный, его также можно брать везде с собой для различных прошивок. У него очень хорошая совместимость как с ПК, так и со смартфонами. Благодаря наличию в комплекте двух типов кабелей для подключения к ПК и напрямую через USB Type-C, то вы сразу исключаете какие-либо проблемы с накопителем. От себя лично рекомендую использовать хороший накопитель для любого типа прошивок. Хоть это Mi Flash, хоть это Custom Recovery, ведь это залог успешного результата. Transcend ESD380C также обладает очень хорошими скоростями записи и чтения информации. Но тут важно его использовать с разъемом на ПК – USB 3.2 Gen 2 на 2. При данном условии скорость передачи данных будет составлять 2000 МБ в секунду. Если вас заинтересовал данный накопитель, то ссылка на него будет в описании. И как только мы с вами разобрались, что нам нужно будет сделать, давайте будем идти по порядку. Первое – это смена региона в настройках смартфона. Все делается до глубины души очень просто. Вам необходимо зайти в расширенные настройки, поменять регион. Ну, к примеру, на Великобританию, на Нидерланды, допустим, на Сингапур, Индию, ну или еще на какой-нибудь там регион по типу США. И после чего вы выходите из этого раздела, то есть он находится регион в расширенных настройках, и вот регион. Мы выходим с вами назад, заходим в обновление смартфона, и с вами будем тут видеть либо же то, что есть обновление, или же наоборот нет. Это очень самый такой простой способ, подойдет для там Xiaomi 13T, 13T Pro, ну, к примеру, для Poco F5 Pro также может подойти, вот как раз на примере которого я вам сегодняшний видеоролик и показываю, ну, а также для других смартфонов. И опять же, этот способ пройдет, если, допустим, вы знаете, что вышло новое обновление, но по воздуху оно вам не пришло. Второй же момент, когда мы можем с вами принудительно помочь смартфону обновиться до HyperOS. Допустим, у вас есть разблокированный загрузчик, на этом я отдельно останавливаться не буду, я вам в описании, как и обычно, оставлю два видеоролика, которые касаются разблокировки загрузчика. Если, допустим, у вас HyperOS, и вы там, ну, хотите просто что-нибудь с загрузчиком сделать, там, разблокировать, там, ТВРП, рут, и т.д. и т.п., но если у вас MIUI 14, то вам необходимо будет провернуть это все с самого начала, и там вы сможете это все увидеть. И вот мы с вами воображаем, что у нас сразу загрузчик разблокированный, что нам нужно будет сделать. И первое, что мы с вами выполняем, это, конечно же, сейчас со смартфоном будем делать манипуляции. Значит, мы его для начала перезагружаем в режим FastBoot. Зажимаем клавишу питания, нажимаем перезагрузка, и в этот момент нажимаем на клавишу громкости вниз. Как только у нас там всевозможные перезагрузки произойдут, аппарат у нас перезагрузится в режим FastBoot, о чем будет, как бы, нам гласить соответствующее название. Как только наш смартфон перейдет в этот режим FastBoot, который вот, пожалуйста, сейчас, и мы можем после чего подключать наше устройство к компьютеру, и там дальше выполнять все дальнейшие действия. Залог успешной перепрошивки, это, конечно же, наличие необходимых драйверов для вашего устройства. И вот, я не перестаю повторять для того, чтобы вы проверяли всегда перед прошивкой диспетчер устройств. Если у вас есть пункт под названием Android Device, и тут Android Bootloader Interface, то все у вас будет замечательно. Если у вас такого нет, а просто светится вопросительный значок, там где, допустим, название Android будет, не переживайте, вы из описания также качаете драйвера, устанавливаете их, дальше, допустим, выбираете драйвер, обновить драйвер, найти драйвер из этого списка, дальше выбрать драйвер из списка доступных драйверов, и тут ищите Android Bootloader Interface. И после чего, в принципе, мы с вами получаем, ну, наверное, процентов 80 того, что у нас все успешно произойдет. Дальше, конечно же, нам потребуется и программа Mi Flash, да, та самая, которая является официальной, хотя кто-то думает и считает, что это неофициальная какая-то утилита, что ее мы как-то можем там закирпичить свое устройство, но, друзья, это все фейковая информация, и этому верить не стоит. Мы с вами ее запускаем от имени администратора. Также у вас еще возникнет вопрос, где же найти нам прошивку для своего устройства. И ее вы сможете найти в репозитории всех прошивок, которые вот я также прикреплю в описании под этим видео. Кстати, вот уже Xiaomi 14 Pro какой-то кис-сателит добавляется, но он нас как бы особо интересовать и не будет. Нам необходим, соответственно, Pocophone. Вот, допустим, Pocophone, у меня не F5, у меня F5 Pro, и тут смотрите, что мы с вами находим. Допустим, хотим поставить какую-нибудь там европейку или же какую-нибудь там международную прошивку. Нажимаем там история, ну, допустим, и тут нас интересует с вами вот, ну, допустим, вот эта прошивка. То есть у нас с вами сейчас там MIUI 14, и мы с вами хотим скачать вот HyperOS. Получается, вам необходим будет, конечно же, Fastboot образ, вы на него нажимаете и после чего качаете. Как только у вас все скачалось, вы должны его разархивировать. И самое главное, чтобы вы разархивировали туда, где не будет русских или украинских букв, потому что программа MiFlash к этому очень такая привередливая. И то есть вот как вы сейчас наблюдаете путь моей прошивки, вот так, в принципе, оно должно у вас и находиться. Но мы, конечно же, воспользуемся очень крутым накопителем, о котором я рассказал в начале этого видеоролика. И вот, допустим, нас интересует с вами данная прошивка. Мы на нее нажимаем, после чего выбираем Refresh. И дальше, смотрите, внизу у нас есть три такие точечки. Clean All, это полная очистка без заблокированного загрузчика. Дальше Save User Data, также это прошивка, и при этом у нас данные все сохраняются. И Clean All Unlock, это у нас чистая прошивка, при которой загрузчик заблокируется. Ну, конечно же, мне не нужно, чтобы у меня он заблокировался, и я поставлю на первый, то есть Clean All. И после чего я смело нажимаю Flash, ну и дальше буду дожидаться, когда же у меня успешный аппарат прошьется на новую HyperOS. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что же, процесс перепрошивки у нас успешно завершился. Как вы можете заметить, 606 секунд, и наше устройство загружается на Poco. И то есть, с такими действиями вы можете обойти, допустим, какие-нибудь запреты, которые касаются, что вам конкретно, допустим, не прилетает обновление. И вот, пожалуйста, вы наблюдаете Xiaomi HyperOS. Так что, в плане прошивки через компьютер нет ничего сложного, оно все реальное, как вы можете заметить, что также оно, ну, очень-таки интересно, скажем так, и, в принципе, это может сделать практически каждый при наличии немножечко свободного времени, но также, скорее всего, желание. Потому что то, чтобы себя поднять и заставить все это сделать, ну, нужно также определенное время. Так что, устройство дальше у меня будет загружаться, и вы также, допустим, там, когда с MIO 14 переходите на вот HyperOS, имейте в виду, что, как бы, данные у вас все удаляются, и что до этого всего, конечно же, нужно сделать резервную копию. Да, хоть я в конце видеоролика это говорю, но, опять же, вы понимаете, резервная копия должна быть в любом случае. Так что, друзья, вот таким образом можно все это дело провернуть. Ну, а если остались еще какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok